К другим темам. Вместо торговых рядов – горы мусора. На территории бывшего гусенобродского рынка по-прежнему остаются сотни пустых контейнеров, а площадь почти в 35 гектаров обслуживают только несколько дворников. Интересно, что эти люди даже не знают, кто именно им платит за уборку. Александр Куршев побывал там, где еще год назад крутились миллиарды рублей, причем наличными. На территории ни ограждений, ни знаков. Повсюду мусор, доски с гвоздями и острый металлолом от снесенных торговых павильонов. Здесь же дети и непонятные люди. Видимо, ищут то, что можно потом продать. За всей этой картиной наблюдают зрители. Брать убрали, а порядок не навели. Вот что самое главное. Остальное там не важно, что будут строить, важно, что бросили. Не так давно на этой территории, по неофициальным данным, ежедневный товарооборот составлял около миллиарда рублей. Здесь работали десятки тысяч предпринимателей. За товаром ехали со всей России. Чтобы привести все в порядок, обеспечить санитарную безопасность и вывести из тени налоги, власти переселили барахолку в новые уютные торговые центры. Люди оставили после себя это. Я, в принципе, сама на барахолке работала. Сейчас перешла в дружбу. Мне нравится. Чисто, тепло, уютно. Здоровье с берегом. Ну, так обидно, что нас выкинули из барахолки. Столько лет мы отработали. А там все равно не убрали. Стоит такое безобразие. Они должны что-то сделать. Все зачистить, все сделать, как положено. Облагородить что-то. Мужчина среди мусора ищет доски для дачи. Говорит, зачем покупать, когда здесь тонны хлама. Мы будем заниматься нашей организацией. То есть, заниматься уборкой. А что за организация можно узнать? Не могу вам сказать. Название вы нам не можете сказать какое. Можно сказать, когда началась уборка территории? Уборка началась вот буквально убрали контейнера две недели назад. То есть, пока сгребли все это в кучу. То есть, планируется в ближайшее время вывозить весь мусор. Алексей. Так представился мужчина журналистом УТС. В бригаде их восемь человек. Все на испытательном сроке. Документов, подтверждающих трудоустройство, им не дали. Зарплата тысяча рублей в день. Но расчета еще не было. На вопрос, сколько понадобится времени, все убрать, ответил месяц. Хотя потом добавил, это если будут люди и техника. Мы снимали репортаж в разгар рабочего дня. Ни машин, ни рабочих не увидели. Александр Куршев, Антон Мамаев. Новости УТС. Новости УТС.